Очередной ролик посвящен недвижимости в Омахе, в том числе в Америке, и разным райончикам. Какие бы вот районы, какое жилье и кто где как живет. Вот мы въехали в район, Эдик комментируй. Ну, в Омахе район, посередине Омахи таких, считается дорогих домов. Цена в среднем от 500 тысяч, ну, до миллиона-полтора, не больше в этом районе дома. Вот до такого плана домишки. Двухэтажные, трехэтажные. Интересно то, что каждый раз, каждый дом индивидуальный по-своему. Сейчас мы здесь быстренько проедемся, покажем. Ты панорамно крути, да, чтобы было видно? Видно хорошо? Да. Вот, есть даже здесь один бывший русскоговорящий, как говорят. Покажу его дом, но, как ни странно, он самый маленький. Там гусел здесь пролетает, отдыхает. Ну, это, считается, престижный район уже, да? Да, это считается крутой, жить как-то. Но они налоги здесь платят, я думаю, около 30 тысяч долларов в год. За дом? Налог на землю. А, налог на землю. Скажи, я правильно понимаю, что варьируется стоимость налога от стоимости дома, да? Стоимость земли, на которой он стоит, если правильно сказать. Потому что мой дом стоит, например, в центре, там одна стоимость земли, как бы считается налогом. А здесь другая. То есть, варьируется не от стоимости дома, а от стоимости земли, именно, да? Да. Хорошо. Ну, то есть, есть какая-то суммарная стоимость объекта строительного, да? Из расчета, чего идет... Скорее всего, да. ...калькуляция налога. Если было бы правильно, да. Хорошо. Если мы говорим про дом, ну, к примеру, в пределах 100 тысяч долларов, сколько обычно средний американец платит налогов за год? От 1000 до 1800. От 1000 до 1800 в год, это если на землю, понятно. Ну, только на землю, а на дом, то есть... Ну, вот такой замок вот этот, как он стоит. Здесь его оценили как миллион. Вот это вот, да? Да. То есть, вот это вот за миллион дом, да? Да, да, я думаю, это за миллион дом можно его купить. Вот они ставили на продажу. Ну, я не думаю, можно за 800 даже его взять. Вот они платят налогов, у них большая земля, у них сзади там бассейн, гольф-корт. Вот там, видишь, там сзади все много земли, то они платят где-то 30 тысяч налогов на миллион не было. А это чисто с кирпича. Кирпич какой-то они привозят там специальный, такой заделанный. Это уже с камнем он как бы сложный. Многие дома такие поддельные. Фронт, сторона как бы из кирпича или камня исторического, а сзади все равно построен сайт. У них такое практикует. Потому что из настоящего камня, если построить здесь дом, он затянет на все 5 миллионов. Хорошо, а если брать дом стоимостью в 200 тысяч долларов? Налог будет зависеть от территории, где он стоит, от 2 тысяч, там, до 3 где-то, да? Ты, наверное, выключаешь, чтобы потом было, было тебе место, потом на запись? Нет, место есть. Есть, да? Да. Мы район весь отнимем сейчас. Как, тебе нравится здесь такое? Да. И вот эта вся территория огорожена кирпичной стеной. Ну, тут какая-то стройка ведется, я смотрю, здесь что-то все... Не, я имею в виду, что сама вот этот район, где там 5 квадратных километров, он огорожен кирпичной стеной. Хочу сказать, что в Америке один кирпич стоит минимум доллар, а то и два. Это значит, здесь сколько тут миллионов кирпичей, чтобы только обгородить вот эту территорию, где они живут. Вот это еще напоминает супер-пупер подмосковную элитную застройку, очень до упора напоминает всякие те бельгийские деревни и все прочее. Смотрю, такой же пафос здесь. Да, но здесь это нормальные средние американцы вот этих домах живут. То есть не богатый, а именно просто средний средничок такой, да? Да, если у него доход, например, 200 тысяч в год у него при зарплате, он этот дом покупает на моргидж, на кредит. И он здесь живет и его выплачивает. Если он себе может позволит это. То есть здесь не супер-пупер миллионеры живут? Нет, нет, нет. Супер-пупер у нас покупают фермы с 10 гектарами земли, с портолетными площадками, с куском острова, с куском речки или озера. Вот такое вот. Это супер-пупер миллионеры, миллиардеры. Вот так они практикуют. Такой циркуль, заезжаешь, кругом циркуля 3-4 дома. Ну, таких вот, пожалуйста, свободное место до 4-го дома. Звоните, покупайте себе, стройте здесь дом. А, ну да, 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 да. Вот это личная стена, которая даражает этот дорогой. То есть здесь цените где-то приблизительно, начиная, когда ты говоришь, от 500 тысяч, да? И до миллиона где-то приблизительно здесь. Да, ну, чуть выше. Может чуть выше, ну там плюс-минус, да. Вот это такой район. Спокойно здесь, здесь они себе гуляют, не боятся выйти на улицу. Спокойно, все хорошо. Ну, хочешь жить красиво, надо, конечно, ходить. Никуда не денется. Ну что, выезжаем с этого района, поедем сейчас на второй район, где дома в среднем стоят от 150 до 250, до 400 тысяч. То есть более дешевый райончик считается? Чуть-чуть дешевле ли это? Чуть-чуть дешевле. Да, потом будет третий район и потом четвертый. Четыре уровня домов продажа в Омахе. Сравните Омаху со всей Америкой, потому что каждая Америка в каждом городе почти все по-другому. Понятно.